Ребят, всем привет! И LED, мини LED светильник от компании Xiaomi. Вот такой вот он маленький, он у нас от минус 10 до плюс 40 температурный режим, 5700 кельвинов, влажность до 85% и мощность всего лишь 10 ватт у него, то есть он достаточно небольшой, подойдет на комнату где-то, как пишет Xiaomi, цена 10 квадратных метров, но мы сейчас проверим. Вот так вот он упакован, дополнительно в комплекте у нас находятся 3 пластиковых дюбелька, 3 самореза и еще 2 наклеечки, даже не знаю зачем они, ну в принципе вот такая вот у него задняя поверхность, акриловый верх, мы уже в принципе привыкли видеть в товарах от Xiaomi, Посмотрите, заботливо положили кусочек пенопласта, в случае если даже коробку надавят, чтобы она не треснула и не сломалась. И вот у нас раз 5, 3 планочки по 5 ярких светодиодов. LED UXD041UIA и вот здесь вот у нас точно такие же параметры, 200 ватт, 240 вольт и 10 ватт, получается 15 по 0,7 ватта. 0,7 ватт у нас мощность нашего одного светодиода. А вот эти полосочки, ребят, нужны, они на двухстороннем скотче, когда мы повесим наш светильник, чтобы мы заклеили вот это вот место, чтобы нам не пробрались внутрь никакая мошкара, мухи, всякие там жучки, червячки. И соответственно здесь точно так же силиконовая вставка, через которую мы просовываем провод и нет места мух, для мух внутри. Относительно размеров, диаметр нашего светильника 20, в районе 21 сантиметра, ну и посадочные места, меня часто спрашивают, 20, ребят, даже, ну да, 20 сантиметров, а между нашими ухами 16,8, где-то так, ну, где-то 16,5 вернее, если быть точным. Вес светильника 300 грамм. И под крышечкой у нас такой вот драйвер. Махонький, махонький. Мощность составила 9,6 ватт, ну, плюс-минус 10,216 напряжения. И вот таким вот образом у нас идет светятся наши светодиоды. И посмотрите, за счет того, что вот этот акрил, он отлично рассеивает свет, поэтому и низ подсвечен, и полностью равномерно подсвечен верхний слой нашего акриловой крышечки, нашего светильника. То есть так бы оно точечно светило, а так идет хорошее рассеивание. Да, ребят, кстати, это не умный светильник, никакого приложения здесь нету, датчика движения здесь нету, поэтому это простой обычный светильник. Сейчас у меня установлен ноунейм светильник вот такой квадратный, но мощность его, по-моему, 15-20 ватт. Небольшой коридорчик, и, в принципе, все нормально освещено, все прекрасно видно. Сейчас 209 люкс на полу, прямо под еще родным светильником. Я повесил саймишный, и видим 0,83 люкса, то есть примерно в два раза. Вот так он, я его сейчас сниму, покажу вам. Вот я его не стал снимать старый светильник, потому что я не был уверен, что хватит освещения на вот этот маленький коридорчик. Ну, как видите, в принципе, камера, наверное, вытягивает свет, но я вам так скажу, хочется чуть-чуть больше свет. Светло, все видно, но хочется, ребят, честно, больше, большего. То есть, поэтому я сюда повесил, по-моему, этот 20-ваттник висит, и действительно намного ярче, намного глазам приятней. То есть, даже вот, это, не знаю, на очень маленькую комнату, где-то даже, наверное, может даже в кладовку, или хотя бы сюда штуки две их надо. Но если уже две, тогда лучше, наверное, рассматривать вариант подороже и помощнее. То есть, этот светильничек подойдет в комнату, ну, не знаю, квадратов даже 10, это уже очень много, квадратов 6, не больше. Так что, друзья, не забывайте ставить лайки, не забывайте про подписку на канал, и не забывайте, что есть таблица со всеми товарами Xiaomi, где этот светильник можно посмотреть в различных магазинах. Монтаж очень простой, быстрый, справится даже домохозяйка, в целом, два винта закрутить. Ну, как говорится, мощность есть мощность. То есть, 20-ватт света и 10-ватт света, видим, что разница все-таки есть и существенная. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok